К сожалению, в последнее время нередки случаи, когда с детьми происходят несчастные случаи по вине родителей, которые оставляют несовершеннолетних одних дома, без присмотра. Быть внимательными к детям, оценить готовность к самостоятельности ребенка и ответственно отнестись к безопасности, к обучению азам правил поведения в различных ситуациях – обязанность каждого родителя. Трое детей, старше сейчас 12, но на час я могу точно уйти, оставить их трое. Младше 4 года, 4, 9, 12. Да, ответственность 12-летней девочки все-таки, да? Вы на нее возлагаете ответственность, целый час, чтобы все было в порядке. Основные правила, я так понимаю, знает она, как себя вести дома. Да, я надеюсь. Ну, это зависит еще от ребенка. Старшая девочка такая у меня более ответственная, вот, средняя Катюша, она вот немножко может отвлечься, заиграться и забыть. Самый ответственный и волнительный этап для родителей, когда у детей закладываются основы всех знаний – это период до 5 лет. В этом возрасте у малыша еще нет полноценной правильной оценки своих действий. Именно поэтому ребенка до 5 лет оставлять одного не следует. Впечатление о его самостоятельности обманчиво. И если говорить о том, что вот у вас нет никаких сомнений, то говорим о возрасте 12-14 лет. Это возраст, когда ребенок уже умеет пользоваться всей домашней техникой, понимает назначение каждой вещи, практически ушел уже из мира детских фантазий. И волноваться за то, что он остался дома в одиночестве, уж подросток точно не будет. Наоборот, вы расширяете сферу его самостоятельности, и подростки очень любят остаться дома на час, на два и даже на полдня. Если есть необходимость оставить ребенка одного, покупка лекарств, срочно побежать в аптеку, какая-то работа, какие-то непредвиденные ситуации, то в принципе можно с 7-8 лет. Какие меры стоит принять, прежде чем оставить ребенка одного дома? Что важно для ребенка? Мы говорили, да, подготовить, объяснить, что некоторое время он будет один в доме, чтобы это не было неприятным, страшным сюрпризом. Вы должны четко, понятно объяснить, куда вы уходите, зачем, на сколько, через сколько времени вернетесь, почему вы это делаете. Очень важно, чтобы у ребенка была связь с вами. Это мобильный телефон, вы проверили, заряжен, что телефон заряжен полностью. Чтобы ребенок всегда мог вам позвонить, если возникнуть вопросы, и чтобы вы всегда могли позвонить ребенку, проверить, поговорить, узнать, как он там. В свободном доступе оставьте, пожалуйста, еду и питье, чтобы не возникло соблазна залезть в холодильник или куда-то еще, или пойти там себе что-то приготовить. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок был занят. Это может быть мультики, любимая игра, любимая игрушка. Детям постарше можно дать какое-то поручение, да, что-то разобрать, рассортировать, что-то подготовить. Любые игрушки достали, все, что он любит. Ребенок должен быть занят. Уберите все тяжелые колющие и острые предметы, они не должны находиться на видном месте. Подальше от края стола поставьте столовые принадлежности и емкости с горячей едой. Кастрюли передвиньте на дальние газовые горелки. Проверьте, закрыта ли вода, газ и окна. Уберите всю бытовую химию и аптечку. Ну, конечно, практика показывает, что мультики – это самое любимое. И по времени, да, и по включенности. Вот сядет он так вот на диванчик и будет смотреть свои мультики. Объясните ребенку правила пользования электроприборами. Запрещено трогать розетки. Никогда не тяните за шнур сами и не разрешайте ребенку. Если вы уходите и оставляете дома ребенка одного, выключайте все электроприборы. Покидая квартиру, включите свет, проверьте, закрыты ли окна и балкон. Обязательно сами закройте дверь. Следите за тем, чтобы ребенок не выбрасывал один мусор, не забирал почту, если подошел посторонний, не садился в лифт с незнакомыми людьми. Кто из вас такой самостоятельный, какой уже взрослый, большой, что ходит на улицу сам, один, без родителей? Кто из вас бывает на улице один без родителей? Ну, практически все. Где вы бываете? Где вы ходите одни? Говорите. Вот здесь. Еще. По улице. По площадке просто. Ты где бываешь? На. Вокруг вас всегда на улице есть посторонние взрослые, верно? Да, у меня нет. Строго-настрого запретите ребенку открывать двери незнакомцам. Лучше вообще не подходить к двери, если кто-то позвонил или постучал. Не следует поддаваться на просьбы открыть дверь, при необходимости позвонить родным, соседям или в спасательные службы. Не разрешайте ребенку играть в игры на балконе, перегибаться через перила, лезть сквозь решетки, трогать и приближаться к москитным сеткам. Научите ребенка пользоваться телефоном. Оставьте ребенку свой номер и телефоны экстренных служб, при этом объяснив, насколько телефоны эти важны и что по ним нельзя звонить просто так, для развлечения. Вы должны научить, что ребенок всегда отвечает на ваши телефонные звонки, что не может быть такого, что телефон позвонил, я занят, не хочу и прочее. Нет, всегда должен ответить. Вы по внешнему виду сможете догадаться, какой человек может быть мошенником, преступником, а какой обыкновенный прохожий? Иногда. Кто сможет по внешнему виду догадаться? Ну, нет. Я лягусь по лицу. Иногда. Ребят, что будете делать, если к вам подойдет чужой человек и что-то у вас попросит, предложит? Я просто отойду. Ничего не скажешь? Есть три вида. Кто из вас испугается? Подошел какой-то чужой человек, что-то от вас хочет. Кто испугается? Я чужую. Я знаю три вида. Укусить, подраться или делать так, чтобы он тебя отпустил. Как мама узнает, что тебя нужно искать? Посмотреть. Нет у тебя телефона? У меня есть. А мама узнала, что ты... Нет у тебя телефона? Потерялся, разрядился, дома оставил. Что будем делать? Игра. Орать. То есть заблудился, встал посреди улицы и орешь. Что орешь? О, мой, не пей. Я умер. Я умер. Я умер. И мы рассчитываем на что? Что прибегут люди, скажут, мальчик, мальчик, что ты плачешь, девочка, девочка, что ты орешь. Давайте подумаем, а что же сделать правильно, если потерялся? Подойти к полицейскому и спросить это, и сказать, чтобы он отвел вас. Полицейский, может быть, при исполнении, вот он контролирует вот этот участок и никуда он не пойдет, да, наблюдает. Ребята, подходим к любому человеку, который работает в магазине, в торговом центре, в аптеке, в Сбербанке, к полицейскому. Можем зайти в школу, там всегда сидит охранник, верно? К человеку, который находится на рабочем месте, который не пойдет с вами гулять по городу, не пригласит к себе в гости, нет. К человеку, который находится на рабочем месте. А здесь специальные люди. И говорим, что сказать? Помогите, позвоните. Моей маме. Позвоните моей маме. Вот тут вам очень важно знать маме телефон. Вы звоните маме и рассказываете, что с вами случилось, где вы находитесь. И дальше слушаете, что вам скажет мама. Мама скажет, я буду через 10 минут, да, стой на месте, стой, где ты находишься. Я сейчас приду. Дождись меня там. Если вы потерялись или что-то произошло, любая ситуация, вы остаетесь в безопасном месте, сообщаете родителям, где вы, и ждете, когда они за вами придут. Насколько мы успели предупредить, объяснить, научить и проверить. Ну, это вот наша родительская, да, такая обязанность, наша родительская ответственность. Как это сделать, не запугивая? Серьезный очень вопрос. Можно собрать несколько детей и обсудить эту ситуацию с ними. Можно прийти к специалистам, которые проводят такие тренинги. Можно прочитать в книжке. И обязательно говорить, говорить и говорить. Музыка. 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 Продолжение следует...